Привет всем друзьям! Сегодня весь здравый мир переживает за тех, кого настигла стихия в Турции и Сирии. Не переживают только те, кто до сих пор озабочен лишь вопросами своего влияния и величия на Земле. А ведь мы уже несколько лет собираем для вас предсказания со всех уголков планеты и неоднократно говорили, что вопросы личные в ближайшие годы как никогда раньше будут связаны с темой коллективной ответственности. Еще в 95 году и многими годами ранее знаменитая Ванга говорила, что грядут времена, когда ни слава, ни деньги не спасут. Что эти стремления для плохого человека, если он не готов при этом нести добро и справедливость, помогать тем, кто в этом нуждается? Сегодня в связи с недавними событиями в мире мы сделали этот выпуск, где сопоставим пророчества знаменитых прорицателей о ближайшем будущем. Знаменитый Мишель Настрадамус – островок, фармацевт и лучший прогнозист за всю мировую историю, слава которого дошла до нас и через пять столетий после его рождения, все записал в своих Катренах. Он отмечал 21 век как новую эру в истории человечества, когда мир будто родится заново. Только для того, чтобы родиться, нужно сначала оказаться в небытие. В 1558 году Настрадамус опубликовал книгу «Пророчества магистра Мишеля Настрадамуса», включающая 10 центурий, каждый из которых, кроме седьмой, которую не удалось закончить, содержало по сто четверостишей Катренов. Всего 943 Катрена, но каждый из них описывает будущее мира настолько точно, что у исторических людей порой совпадают даже фамилии с указанными Настрадамусом прозвищами и званиями. Так вот, у Мишеля Настрадамуса есть более 10 Катренов с описанием так называемого конца света. Но примечательно то, что после Катрены продолжаются, а значит, речь не о конце света с исчезновением всего живого, а о завершении эпохи Старого Мира и начале новой эры развития Земли. Центурия 2, Катрен 46 гласит. После великого бедствия человечества готовится еще большее. Великий движитель столетия обновляет. Дождь, кровь, молоко, голод, железо и чума. В небе виден огонь, длинная бегущая искра. Скорее всего, человечеству не удастся избежать сценария, в котором будут задействованы новые технологии, новые силы и экстремально разрушительное оружие. Кто сегодня остановит это? Ведь пока мы все имеем время, а значит и возможности. Центурия 3, Катрен 34. Когда ущерб солнца, тогда будет, средь бела дня будет видно чудовище. Каждый его будет толковать иначе. Дороговизна не сохранена, никто не будет готов. О каком же чудовище идет речь? Ведь человек боится того, чего не знает и не может объяснить. Не исключено, что для многих увиденное окажется непонятным, неизведанным, несущим угрозу. Появится к северу, недалеко от рака, бородатая звезда. Суза, Сиена, Баэция, Эритрион. Умрет великий из Рима, ночь прошла, гласит Центурия 6, 6, Катрен. Папа Римский есть великий из Рима, бородатая звезда, та самая комета, появление которой у Земли предсказывали тысячи лет назад. Как астролог, Нострадамус был потрясающе точен в пророчествах о космических событиях. Значит ли это, что вторым бедствием для землян в 21 веке станут стихийные и аномальные события? Очевидно, что да. Тысячу лет в Турции простояла крепость Газиантепа. Крепость была расширена и перестроена при императоре Юстиниане между 527 и 561 годами нашей эры. Окружность замка круглой формы составляла 1200 метров. Стены построены из камня, крепость имела 12 башен. Это было мощное сооружение, ему прогнозировали долгую жизнь, чуть ли не до скончания веков. Но 6 февраля в результате подземных толчков крепость была полностью разрушена. И случилось это при мощном выбросе энергии, сконцентрированном некогда в зоне стыка литосферных плит. Ученые связывают это с резким смещением в зоне стыка, что означает, Земля начала свое великое движение. Об этих событиях также пророчил Нострадамус. Другой вопрос, что же послужило этому? Прогноз о комете, которая, согласно Катрену о Сузах и Сиене, впервые проявит себя в Италии, неутешителен именно потому, что ее обломки способны вызвать мощные торнадо и землетрясения по всей Земле. В этом случае за одними разломами потянутся другие. У побережья Атлантики высочайшие ураганы поднимут воздух миллиарды тонн воды и элементов, перемешивая все, что только можно. Америка и Испания первые уйдут под воду, если верить прогнозам французского ясновидца. Выходит, новая эра виделась Нострадамусу в мире настолько новым, что нам сейчас представить сложно. В прогнозах Ванги также встречались футуристические высказывания о той самой комете или астероиде. Что-то тяжелое ударится о Землю, пророчила болгарская ясновидящая. Но она связывала это событие с наступлением переломной даты в истории всего 21 века. С наступлением дня пяти двоек. Могут ли люди так разгневать Создателя, чтобы он вмешался в их дела, своей великой силой и всего за несколько дней изменил ход истории? Или все происходящее дело рук не высших сил, а обычных людей? В самом начале цикла видео о предсказаниях мы одни из первых посвятили ролик знаменитому Джону Коуману, американскому публицисту, бывшему сотруднику британских спецслужб и автору 11 книг, одной из которых стало пророческое творение «Комитет 300». Пока все рассуждали о конспирологических теориях, данные Коумана все чаще находили подтверждение. А тот всего-то посчитал нужным обнародовать информацию, которая касается будущего всего мира. Так как если вовремя не предупредить о таком, люди никогда не узнают, почему в настоящее время на планете по разным причинам то наводнение, то землетрясение, то войны. Происходит настоящий мор. Десятки и даже сотни тысяч людей по всей Земле раньше отмеренного природой времени уходят в небытие. А кто-то, как ни в чем не бывало, разгуливает по Букингемскому дворцу или пережидает сложное время на яхтах в Тихом океане. Друзья, спасибо, что поддерживаете нас на Бусти. Среди первых десяти подписчиков уже разыгран первый приз. Теперь такие розыгрыши будут проводиться ежемесячно, и каждый из подписчиков, даже с минимальным уровнем поддержки в 100 рублей, получит возможность выиграть. По итогу в конце года будет проведен розыгрыш подарка, получить который мечтает каждый. Присоединяйтесь, пока шансы на выигрыш очень высоки. Доступ к эксклюзивному контенту, анонсам роликов и статьям о будущем теперь доступен вам в полной мере. Переходите на Бусти и подписывайтесь. Ссылка в описании. Так вот, британский разведчик Джон Коулман еще 20 лет назад рассказал о потрясающем исследовании, свидетелем которого стал. Когда сильные мира сего решили узнать соотношение количества и расхода земных ресурсов для комфортного существования людей, вложив миллиарды в точные расчеты, вдруг выяснилось, что с каждым десятилетием, да что там, с каждым годом шансы людей на комфортное существование уменьшаются. И это происходит из-за бесконтрольного роста населения планеты. Также богачи выяснили, чтобы жить счастливо и в достатке, чтобы иметь все необходимое, вокруг них должны жить и работать не более миллиарда человек. Так как все остальное – это ненужный балласт, паразитирующий на земле и лишь потребляющий ресурсы, но ничего не дающий взамен. Причем, этот миллиард должен быть под полным цифровым контролем и никуда не отклоняться от поставленных задач, иначе система может внезапно рухнуть. Но чтобы для начала ее создать, Коулман описал разработанную стратегию на десятилетия вперед – стратегию уменьшения численности разных народов по всей земле. К примеру, для европейцев это будут соблазны, ведущие к искоренению, алкоголь, запрещенные вещества, праздный и ленивый, образ жизни, вредная пища, сложности при получении хорошего образования и знаний. Все это размножило болезни на европейском континенте, но и для других были приготовлены сюрпризы. Так как людей других религий, к примеру, мусульман, алкоголем особо не прельстишь, народы стали сталкивать лбами, и они пустились воевать друг с другом. Также были разработаны сейсмологические иные технологии для поддержки в тонусе остальных людей планеты. Что мы видим сегодня? Ничто иное, как реализацию плана, описанного Коулманом. А ведь святые и провидцы обещали – настанет время, и самому Богу придется вмешаться в то, что будет происходить, так как без его помощи весь мир однозначно канет небытие. Только Бог может распоряжаться теми, кого создал. Но эту власть у него уже давно пытаются отнять нелюди. О них, в свою очередь, рассуждал еще великий российский ученый Петр Горяев. Но это совсем другая история. Какие бы причины происходящего мы ни находили, сегодня в мире уже запущен механизм обесчеловечивания и деградации. Это механизм, позволяющий без особого вмешательства в процесс планомерно уменьшать численность людей на планете. Причем расчет, согласно Коулману, был таков. Те, кому в силу интеллекта или возможностей удастся вырваться из порочного круга войн или приготовленных соблазнов. Те, которые будут вместо алкоголя и агрессии заниматься самообразованием, развитием и т.д. Кто будет выращивать и использовать в пищу чистый продукт, переместиться, сам того не подозревая в нужный миру миллиард. На таких нужных людей сильные мира сего готовы выделить немного ресурсов для комфортной жизни, чтобы они стали то ли их рабами, то ли роботами для решения нужных им задач. Так что люди с интеллектом вроде как не являются ненужным балластом, они еще могут пригодиться. В итоге приходим к тому, что в ближайшие годы мировые конфликты будут лишь набирать обороты. А уж что касается катаклизмов, так из последних событий мы видим, запустилась цепная реакция, внутри Земли уже все не так тихо и спокойно, как было раньше. Индийский мальчик Абиги Анант предупреждает, это только начало. Астролог утверждает, трясти будет даже там, где ранее подобное замечено не было. И пока люди будут рассуждать, что это гнев Земли, владельцы знаний и технологий, возможно, будут ехидно улыбаться, по крайней мере до тех пор, пока действительно не будет реально спровоцирована активность того же Йеллоустоуна или других супервулканов, способных в одночасти расправиться с целыми странами. Тогда уже и не придется вспоминать о войнах или супероружии. Кардинальная перемена климата на планете станет вопросом нескольких лет. Простому человеку остается только наблюдать за происходящим и просить помощи у Всевышнего. Только он способен помочь и уберечь от этих событий. В мире, где люди потеряли понимание добра и зла, где культивируется грех и идет самая величайшая битва в истории за будущее каждого из нас. Спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Чтобы помочь нам развиваться, переходите на Бусти, подписывайтесь и участвуйте в жизни сообщества. Давайте обсудим в комментариях, что думаете о том, что сегодня услышали. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok